Всем большой привет! Сегодня готовим очень вкусный, очень необычный салат из баклажан, поэтому оставайтесь со мной и начнем готовить. Для этого предварительно я взяла форму прямоугольную, застелила пищевой пленкой, пожарила баклажаны, степень обжарки выбираете сами. И теперь все укладываем вокруг нашей формы, хорошо застеляя дно и края формы. Также предварительно я обсушила на бумажное полотенце наши баклажаны, для того, чтобы излишки масла вышло. Укладываем еще пару баклажан на дно формы. Теперь я сварила куриную грудку, можно порезать кубиками, я ее просто вот так обломала руками, так намного интереснее и вкуснее. И выкладываю первый слой, тщательно промазывая его майонезом. Вторым слоем нашего салата будут маринованные грибочки. Грибочки можно взять на выбор, какие вы любите. У меня шампиньоны. Третьим слоем у нас будет сыр, натертый через терку. Выкладываем сыр, немножко притрамбовываем его и сверху снова добавляем майонез. И четвертым слоем снова будет у нас куриная грудка. По желанию сверху можно посыпать черный перец или, как у меня, белый молотый перец. Все заправляем опять майонезом. И сверху укладываем снова баклажаны. Закрываем, скажем так, наш салат. Теперь салат укрываем пищевой пленкой, которая осталась по краям. И отправляем в холодильник на несколько часов, для того, чтобы салат хорошо держал форму. После достаем наш салат и украшаем на свое усмотрение. Помидорами, грецкими орехами или просто зеленью. Итак, пробуем салат вместе с вами. Хочу сказать, что в любом случае мясо с баклажанами это очень вкусно. А еще вместе с грибочками. Салат довольно-таки сытный. Но это очень вкусно, очень. Грибы дают свою такую интересную кислинку. И при этом соединяют все ингредиенты и гармонизируют их. Вкусно. Смело берите и готовьте. Данный салат подходит как и на праздничный стол. Его можно красиво украсить. Так и в будние дни. Можно просто порезать баклажанчики соломкой или кружочками. Поджарить их. И не делать салат слоями. А просто все вместе перемешать. Будет тоже очень вкусно. Всем приятного аппетита. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!